Друзья, здравствуйте! Вы вновь на канале по изучению Священного Писания. Мы, служители Славянской Церкви, тут в городе Сакраменто, очень рады вместе с вами открывать страницы Евангелия для того, чтобы узнавать волю Божью для каждого человека, живущего на этой земле. Мы продолжаем исследовать Евангелие от Иоанна. Сегодня уже четвертая встреча на эту тему. На прошлых встречах мы говорили о том, что же Священное Писание говорит нам о Мессии, об Иисусе, как Он сам о себе высказывался. Сегодня же мы посмотрим на то, а что же говорили об Иисусе другие люди. Поэтому будьте с нами, мы рады, что вы продолжаете исследовать Священное Писание. Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь нам эту возможность вновь открывать Слово Твое, касаться этих истин, которые открывают нам характер Твой, Господи, показывают волю Твою для нашей жизни. Просим, Господи, Духом Святым, пребывай с нами. Используй нас, как орудие в руках Твоих, но вместе с тем касайся и наших сердец, чтобы это Слово преобразовывало и нас тоже. Я также прошу, Господи, о наших зрителях, чтобы красота Твоего характера была открыта и им в полной мере. Мы молим и просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Здравствуйте, дорогие братья. Рад, что мы продолжаем наше с вами исследование. Итак, как я уже сказал, четвертый урок. И мы сегодня обращаем свое внимание в начале на... Мы продолжаем, как бы, говорить о первой главе Иоанна Геотиана. И я бы хотел, чтобы мы прочитали с 19 по 23 стихи. И вот свидетельство Иоанна, когда людей прислали из Иерусалима священников-левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, что же ты? Ты или я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. И сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исайя. Вот главный вопрос, который у меня возникает, это вот этот ответ Иоанна, я глаз, звучащий в пустыне, да? Что это за такое служение? Ведь они задают ему конкретные вопросы. Ты мессия? Нет, не мессия. Ты пророк? Нет, не пророк. Ну тогда в чем суть твоего служения? Ведь когда мы смотрим на Ветхий Завет, но люди ждали мессию, и были пророки, которые были посланниками от Бога. Если ты не пророк, значит ты от кого? Что означает или чем отличается вот это служение Иоанна Крестителя? Смотрите, первая глава в прологе, мы о ней в прошлый раз говорили, 6 и 7 текст как раз таки говорят дополнительную информацию об Иоанне Крестителе. Он там назван свидетелем, который должен свидетельствовать для людей, чтобы они были приготовлены принять свет. И то пророчество, которое мы прочитали сейчас, пророчество Исаии, мы видим, что Бог усмотрел специальную миссию для этого человека, что он своими действиями должен вызвать у людей интерес, желание к определенным духовным истинам. И в том числе Иоанн, вернее Иоанн, это один из тех пророков, который огромное внимание обращал на Исаию. Потому что именно Исаия это и будет говорить об Иисусе как о мессии и о страдающей мессии. Но ведь смотрите, Иоанн по большому счету делает то, что делали и все остальные люди, ну пророки перед ним. Он обличает народ израильский в грехе, в их оступничестве, и он учит их следовать за Бог. Когда к нему, ну пример такой, просто когда, например, военнослужащие приходят и говорят, как нам поступать. Он говорит, делайте свою работу, но не берите лишнего, будьте довольны той зарплатой, которую вы получаете. Ну то есть по большому счету то же самое. Он обличает людей в грехе и призывает их следовать за Христом, вернее за Божьими принципами. Почему тогда он говорит, что я не пророк? Получается, мне кажется, вот в этом вопросе, вот думаю, субъективно все это. Вот кто я такой, кто ты в контексте Иоанна. Ведь если так сравнить, то ссылка-то, исторически если посмотреть, то слуга перед тем, как какой-то важный человек ехал, они выравнивали дорогу, чтобы им было мягче ехать, чтобы дороги были другие. И как бы что это может означать в контексте Иоанна? Вот что это означает? Подготовить так путь. Конечно, не в физическом смысле, потому что Христу не нужно было дорогу выравнивать. Получается, это духовный призыв. Любой духовный призыв лично к человеку, который, может быть, не совсем не достает до уровня прихода Христа. И вот почему он тогда и к воинам, и к народу, и к так далее, он и призывает. Это более как субъективный анализ, где я должен быть при приходе Мессии. Интересно, что Бог никогда ничего не делает, такого глобального, не прислал перед этим какого-то пророка, свидетеля или другого. И здесь мы видим, что Господь перед тем, как Мессия мог начать свою миссию, он посылает Иоанна, который пробуждает общество. Вообще, это очень интересный момент. Если мы исторически посмотрим, какие-то движения в то время уже начались. Многие юдей уже были недовольны той системы, то, что происходило, потому что элита очень стала эллинистической, немного тянула в другую сторону. И мы знаем, вот эти все движения происходили. И тут мы видим Иоанна как глаз в опиющей пустыне. Это очень интересно, потому что он, в принципе, был в той пустыне, где когда-то был Илья. Ведь не даром они его спросили, ты ли Илья? Почему? Потому что у юдеев было такое поверье, что потом перед Мессией или в конце времени придет, вернется Илья. И он говорит четко, нет, я из глаз в опиющей, я приготовлю путь для Мессии. Это его была особая миссия, которую он совершил так, как Господь положил. Хотя позже, когда Христос начнет говорить об Иоанне, он скажет, что вы знаете, что должен был прийти Илья. И он пришел, но его не узнали. То есть он все же будет говорить, что Иоанн и был тем Ильей. Хотя Иоанн сам говорит, что я не Илья. Это, кстати, говорит не о названии, не о титуле, а о субстанции. И как бы очень много мы можем пропустить кого-то, потому что он как-то не назывался, или кем-то не был, или не имел какого-то уровня. А нам нужно всегда слышать the message, вот саму суть. И они его не услышали, они ждали от него, как он себя назовет. Хотя Иоанн тоже сказал, что он не пророк, но Христос говорит, что он самый высокий пророк, рожденный женщинами. С одной стороны, это говорит о скромности Иоанна Крестителя, что он не искал каких-то титулов или каких-то званий. Но мне кажется, что есть еще одно отличие кардинальное в служении Иоанна от служения всех других пророков, которые были до него. Очень редко, или я даже не помню, что бы такое было, чтобы при жизни одного пророка ему нужно было сложить полномочия и сделать акцент не на своем служении, а на служении кого-то другого. Все пророки, они или умирали, и потом их ученики становились на их место, или же Илья был забран на небо, и после него Елисей становится на его место. А тут мы видим, Иоанн еще служит, крестит как там, Иоанн крестит в одной реке, а Христос или его ученики начинают крестить в другой реке. И это очень непросто, когда ему нужно было сказать, что ну мне надо умоляться, а ему надо расти. То есть это было непростое испытание, которое ему нужно было пережить и изнутри, потому что мало того, что было давление извне, но было еще такое вот сильное давление изнутри. Мне очень любопытно, я бы хотел у Иоанна спросить, именно вот сам призвание, как он услышал этот голос. Ну потому что вот понимая, ну он же родился ребенком, как и кем он стал, где он, когда он услышал этот голос, что было в его сердце, когда он вызывал своих учеников, чтобы они спросили у Христа, тот ли, ты Елисей, понимая, что как бы вот здесь он говорит, что ты агнец, да, ты ягненок, а потом он потом посылает учеников сомневаясь, как будто бы мне очень любопытно узнать. И мы это, кстати, демонстрирует самого пророка, его как бы... Он человек. Да, его неясность. И это нормально. И как бы мы смотрим на свою жизнь, у нас тоже бывает. В один день мы, Господь, я тебя вижу, а завтра, Господь, ты где? Как бы вот такая вот полярность. Ну, я подозреваю, что он очень хорошо исследовал книгу пророка Даниила, и зная время, он, в принципе, мог прийти к заключению, что в это время должен прийти Христос. Но мы знаем, что Иоанн где начинает свое служение? Он начинает в пустыне. Мы видим, что перед началом своего служения Христос тоже отправляется в пустыню. И это тоже аллегория. Моисей тоже из пустыни будет призван для служения. То есть мы видим, что пустыня – это своего рода такое состояние души, когда ты понимаешь, что если ты Бога не найдешь, то, ну, то есть, все, жизнь дальше теряет свой смысл. И мне кажется, что каждый верующий человек в своей жизни, он попадает в такую пустыню, где ты должен пройти через все эти вопросы, мысли, которые тебя гложат порою. Ты должен увидеть свой огненный куст, и ты должен сказать, пасть на колени и сказать, Господи, вот я, что делать дальше? Пошли меня. Поэтому мне кажется, что там Иоанн тоже искал ответы на эти вопросы. Ну, мы знаем, как Господь апостолу Павлу открывал свои вести, которые он сам говорит, я от Господа принял. А мы знаем, что он в физическом мире, он не общался с Иисусом Христом. То в пустыне Аравийской, где он провел три года, тоже в пустыне, то есть и предположение, что и Господь Иоанну открыл этот план. И для него он четко ясно сказал, я не Христос. Потому что человек, будучи в таком положении, как он, он мог подумать, что, слушай, а может я Мессия. Может это Божье прислание, да? Да, понимаешь. Но здесь у него спрашивают, ты ли не тот пророк, которого мы ждем? То есть здесь не в общем говорится о каких-то пророках, а о том пророке, который написан в книге о Второзаконии. Что Господь говорит, пошлю вам пророка. Это по сути Мессия другими словами. С другой стороны, мы же понимаем, что Иоанн тоже не простой человек, не из простой семьи. Вы помните, в Иоанне Луке описано его рождение, это было необычным образом, он из Превосвященнической семьи. И в общем-то с Иисусом они тоже и по родственным связям не очень далекие были люди. То есть мы видим, что два человека участвуют в активном служении, и Бог использует того человека, который должен вызвать религиозное пробуждение. Чуть-чуть отготовить людей, грубо говоря, мы так с молодежью это сравнивали. Это музыкант, который играет на разогреве, и он это понимает. Что после него выйдет маэстро, которому он даже не может развязать ничего. И если другие пророки проповедовали издалека, что когда-нибудь придет какой-то Мессия, он говорит, в конце концов он скажет, и он уже стоит среди нас. То есть он вот на пороге. Меня знаете, что еще в этом всем удивляет? Чуть-чуть в сторонку отойду от нашей темы. Смотрите, Иоанн и Христос родственники. Большинство апостолов между собой, они тоже оказываются или родственниками, или из одной местности. Как-то Бог удивительно работает, реализовывая свой план спасения. Не буду даже комментировать, это так. Тут не то, что комментировать, вы поймите, что тоже это надо понимать, что очень часто, если люди воспитаны, допустим, в какой-то семье, брат, сестра или еще что-то, они верующие, глубоко верующие, они дальше могут продолжать служение и быть вместе. Они смотрим в одно направление. Это ничего, вообще в Библии очень много родственников. Я уверен, что это не говорит от Божьей предвзятости. По коленам они бы разделены, по какому-то, по родственным связям. И какие-то колена были более благословенные за верность, а какие-то менее. Если мы говорим о колене Юдина, ну это, в принципе, все двоюродные, скажем так. Да, да, да. В конце концов. Просто, как бы, маленькая ремарка, мы ездили в миссионерскую поездку, у нас было 10 человек, из них 6-х были этот, я, два брата и два двоюродных брата. Как бы, для меня это самый стандартный, как бы, вариант. Вариант, да. Хорошо. У меня есть еще вопрос по поводу вот этого отрывка, который мы прочитали. Он уже больше нас касается. А что для нас означает? Потому что мы живем в преддверии второго пришествия Иисуса Христа. Что для нас означает готовить вот этот путь, эту дорогу? Ведь мы же понимаем, что в последнее время еще будет одно явление Ильи, да? Или, как мы говорим, в силе Ильи народ Божий в последнее время будет работать. А это означает, что и у нас та же задача готовить путь, но теперь уже ко второму пришествию Иисуса Христа. В чем вот смысл этой подготовки, ровнять эти ухабы? Ну, это очень большая параллель. Потому что первое пришествие, второе пришествие. Мы, как церковь, знаем, что Господь призвал нашу церковь для предупреждения мира о надвигающемся суде. Трехангельская весть. Это одна из самых основных задач, которые Господь положил на нашу церковь, которые мы должны провозглашать. То есть проповедь вот этих трех ангелов. Это то, что мы должны делать, и это будет готовить мир к этому событию. В принципе, скажем так, Иоанн, ну, не по корректную, скажем, очень часто говорил в вести. Но то, что ему надо было говорить, то же самое и мы. Господь и на нас положил эту весть, которую мы должны провозгласить миру о надвигающемся суде, о надвигающемся пришествии Господа Иисуса Христа, чтобы они, люди, приготовились. Я бы, конечно, сделал историческую такую ремарку, когда во время Миллера и пришествия, да, вот сама вещь, что Христос придет, как бы, если так изучать эту историю, то мы все знаем, что это означает. Вот если сейчас скажем, друзья, церковь, Христос приходит через месяц, я просто уверяю, у нас церкви будут забиты, у нас другие молитвы будут, у нас исследование Священное Писание будет совершенно другим, отношение другое, все все простят, совершенно все поменяется. Как бы далеко идти не нужно, вот что это говорится. Мы и наше состояние всегда должно быть таким, как бы, хотя сложно ждать Христа несколько сот лет, тысячи лет, как бы, очень сложно быть на, постоянно в таком состоянии подготовки. Но если говорить, то да, мы должны всегда представлять, что вот-вот он придет, и чтобы я был всегда готов. Хорошо, идем дальше. Я бы хотел, чтобы мы прочитали из первой главы отрывок с 29 по 37 стихи. Иоанн Креститель представляет Иисуса Христа, и нам интересно увидеть, каким образом он это делает. На следующий день Иоанн видит идущего к нему Иисуса и говорит, «Вот Божий ягненок, который унесет грех мира. Он тот, о котором сказал я. Вслед за мной идет человек, который стал больше меня, потому что был прежде меня. Я не знал, кто он, но я пришел крестить водой для того, чтобы о нем стало известно Израилю. Вот свидетельство Иоанна. «Я видел, как дух спустился на него с неба, словно голубь, и остался на нем. Я не знал его, но тот, кто послал меня крестить водой, сказал мне, «Когда ты увидишь человека, на ком исходит и на ком остается дух, он есть тот, кто будет крестить Святым Духом. И это я видел и свидетельствую, что он сын Бога». На следующий день снова стоял там Иоанн и с ним два ученика. «Увидев идущего мимо Иисуса, Иоанн говорит, «Вот Божий ягненок». И оба ученика, слыша его слова, пошли вслед за Иисусом». Итак, Иоанн два раза в этом отрывке Иисуса называет Агнец Божий. Но тут одна интересная деталь. Уже дальше, исследуя Священное Писание, мы видим, что на самом деле евреи ждали царя, который на коне въедет в Иерусалим, освободит от римского ига. Вот, как мы уже потом знаем, будет кормить народ, будет исцелять народ. Вот, то есть он возведет его так, что Иерусалим встанет на холме и потекут к нему все народы. Называя Иисуса Христа Агнецем, не делает ли Иоанн со своей стороны то, что люди как раз скажут «Эй, эй, стоп, стоп, ты что?» Это должно как-то быть по-другому. Он назван свидетелем. И несколько раз в первой главе говорит о том, он свидетель и вот он свидетельствует. О чем он свидетельствует? Этот термин в греческом языке, где написано, что он ягненок, он буквально еще встречается еще один раз у Иоанна, один раз у Петра, и все. И в книге Деяний. Так вот, в книге Деяний оно как раз встречается в том месте, где идет прямая цитата из пророка Исаии, 53 главы. Как овца приведен был на заклане, и как ягненок, предстригущий моего глаз, он был безгласен. То есть мы видим с вами, что Иоанн свидетельствует о том, что пророк Исаия проповедовал о Христе, который сейчас здесь стоит. Он не просто выдумывает какие-то образы, что-то притягивает новое. Он говорит, ребята, что-то с нами не то. А мы знаем, что израильская, скажем, религиозная система, она почему-то книгу пророка Исаии забинула в сторону. И вот именно благодаря Иоанну обращается внимание на пророка Исаию, где Иисус и назван настоящим мессией. И вся его сущность показана. Он должен быть ягненком. То есть, по большому счету, уже Иоанн открывает истинную суть служения или прихода мессии в этот мир. Что это не восстановить земное царство, а вот быть жертвой за грешников, за грех человеческих. Да, просто то общество, скажем так, религиозное, оно уцепилось за одно, за Даниила, где он придет как царь. Но Исаия, описывая то, как придет мессия, четко и ясно говорил, что он будет побиваем. У него не будет ни вида, ни величия. Он будет введен как овца на заклане. То есть, открывая вот эту тему, Иоанн обратил на это внимание. И это было одним из самых главных. Не знаю, может, Господь ему открыл это, что нужно именно вот в этом ракурсе вести. Но здесь мы видим четко ясно, что Иоанн понимал, глубоко понимал миссию Иисуса Христа здесь, на этой земле. Хорошо, мы посмотрели, что Иоанн говорил об Иисусе Христе. Теперь я бы хотел, чтобы мы перешли чуть дальше и посмотрели уже на то, как Христос выбирает первых учеников своих и как Иоанн это описывает. И вот что это нам открывает служение Иисуса Христа и со стороны уже людей, со стороны Его последователей. Итак, давайте мы прочитаем с 35 по 39 стихи 1 главы. Такой диалог непростой. Я бы хотел, чтобы чуть на него обратили внимание. Ну, первый вопрос, который меня тут интересует, почему они оставляют Иоанна Крестителя? Ведь Иоанн продолжает еще свое служение. Ну, то есть, это как, я оставляю этого учителя и иду к другому. Вы же понимаете, да, мы же говорим об этом в разрезе тех школ, которые были в те времена, что учиться у ног Гамалиила, это в прямом смысле сидеть у ног Гамалиила и жить с ним, и кушать с ним, делать какие-то обыденные дела с ним. То есть, быть его учеником – это жить с ним. И когда я ухожу и иду к другому учителю, то я начинаю жить с ним. Но это как-то странно выглядит в плане моего отношения к предыдущему учителю. Интересно, что история нам показывает, что не все оставили Иоанна и пошли за ним. И даже уже после смерти Христа оставались Иоанновы ученики и после Иоанна смерти. И продолжали так следовать за его течением. Но Иоанн говорит, слушайте, он тот, кто идет за мной, он выше меня, он был до моего рождения. Он говорит, я свидетельствую выше, он был Сын Божий. И на следующий день написано, вот эти ученики видят Иисуса, Иоанн им снова говорит, посмотрите, он Божий Агнец. То есть, в этом и была миссия Иоанна, чтобы его ученики пошли за Христом. Поэтому он и постоянно обращает внимание, смотрите, это он, не я, идите уже за ним. Это, конечно, мы сегодня говорили о том, что же означает выполнять миссию Иоанна последнего времени. Это, наверное, тут еще раз мы видим вот этот акцент, что главная задача народа Божьего последнего времени сосредотачивать внимание не на себе, а обращать внимание людей всегда на Христа и на ту вещь, которую он сегодня провозглашает через этих трех андов. Я хотел бы еще такую ремарку сделать, чисто такую, как бы, это не религиозная ремарка. Вот когда кто-то с каким-то учителем учится, и встречаешься в другую школу или другого учителя. Это мы и они, мы и они. Получается, этим ученикам нужно было переступить вот эту вот обычно грань, вот верно своему учителю и перейти к другому. И вот цель, вот как Александр сказал Иоанна, это передать саму суть, чтобы его ученики в свое время услышали. Вопрос, а те ученики, которые остались, что не услышали его? Они не увидели, что он говорил? Получается, что Иоанн был успешен только с двумя учениками. Не знаю, это несколько вопросов, но тоже интересно. Но здесь мы должны понять, что, скорее всего, что эти ученики, они искали, они очень хорошо учились Иоанна. Они понимали, что должен прийти Мессия. И тут, когда они видят, что Иоанн указывает, вот Агнец. А себе говорит, я не Мессия? Да. У них вообще вопросов не было. Они пошли, смотрите, они его назвали равин. Учитель. Это не равин, это учитель с большой буквы. То есть это был настолько уважаемый человек, где можно было учиться. И они пошли к нему, говорят, где ты живешь? Почему это так? Вот это мы следующий вопрос. Что означает вот эта фраза, где ты живешь? И почему Христос не говорит просто свой адрес, а говорит, идем, пошли со мной, я вам покажу. Что он этим хотел сделать? Во-первых, у Иисуса как бы и не было адреса. Он как-то скажет, и птицы имеют норы, и всех, где не голову преклонить. Сыну человеческому негде голову преклонить. То есть он сразу показывает, что его служение, оно не такое, что оно будет на одном месте где-то привязанное. С другой стороны, он им предлагает, говорит, слушайте, вы пойдите за мной, и вы все увидите. То есть посмотрите и поймете. Не принимайте поспешного решения. И они идут и зажигаются. То есть они понимают, что то, о чем говорил Иоанн, оно верно. То есть свидетельство Иоанна, вот эти термины постоянно используют, они верные. Им можно доверять. Потому что даже его, ну, по-первых, это как бы проводится такая иерархия. Его ученики верят ему, идут и убеждаются. А дальше посмотрим, как и другие будут верить. И тоже убедятся, что он тот. Да, зачастую наши слова не соответствуют нашей жизни. И вот эта вот полная открытость. Что говорю, то учу, иди посмотри. Как бы я тоже в этом вижу, как бы, ну, конечно, за Христом, как бы у него никаких дефектов не было. Но в любом случае, это пример нам, как бы, он говорил одно. Посмотрели, кстати, после этого, это в другом сегменте будем обсуждать, после этого ученики, увидев это, убедились, что он Мессия, и пригласили других учеников. То есть мы видим здесь, это вообще была такая, ну, принятая традиция в то время, когда ты следовал за учителем и туда, куда он идет. И мы видим здесь, что очень интересно. И пробыли у него день тот. Как вам кажется, что они там делали? Ну, не сидели, не смотрели, что Иисус делает там, по хозяйству бегаешь. Нет. Иисус учил их, рассказывал. Потому что они сказали, Рави, они пришли и учились у Нокьего. Это была вообще такая традиционная картина, где сидит учитель, ученики сидят у Нокьего и принимают вот эти истины. И посмотрите, какой результат. После этого сразу пошла вот эта цепная реакция. А мы сейчас об этом будем еще говорить. Я знаете, что еще думаю по этому поводу? Тоже так было и в те времена, ну, и, наверное, и потом еще много времени спустя. Это продолжается и по сегодняшний день. Мы, когда выбираем учебное заведение, мы хотим пойти и посмотреть, а что это учебное заведение. И если это Оксфорд или еще что-то, мы видим это древние здания. Мы говорим, вау, ну это, конечно, чего-то стоит, да. То есть мы воспринимаем уровень учебного заведения и по внешним признакам, да. Так было и в те времена тоже. Когда говорили, ну, хотим посмотреть, где ты там живешь, то они хотели оценить твое состояние. Потому что по твоему состоянию можно было определить, насколько ты успешен. А если ты учитель, и если у тебя большое, ну, то есть хорошо выглядит твое состояние, значит, ты хороший учитель. А если состояния никакого нет, то, друг, что-то у тебя не так. Тем более в том обществе, где считалось, что богатство – это благословение от Бога и это Божье расположение по отношению к тебе. А Христос, Саша уже вспоминал этот текст, когда он говорит, что нету, где головы преклонить, он показывает, что ценности его школы, они совсем другие. Они совсем на других принципах основаны. И он говорит позже, что не от мира сего, не это главное. И мы видим, что это было очень важным уроком для его последователей. Потому что, помните, Петро потом скажет, «Господи, мы все оставили». То есть это тот пример личный, который Христос оставил. И пожалуйста. Мне интересно, что вот эта вот фраза «иди и посмотри» – она коронная у Иоанна. То есть все ученики, и потом дальше в многих моментах будет эта фраза постоянно использоваться. То есть выйди из зоны комфорта, пойди и посмотри. Но интересно, для чего это делается. То есть Иоанн хочет нам показать, что все те люди, которые были изначально, они были настоящими истинными свидетелями. Но в конце он потом скажет, «Ребята, но вы будете еще лучшими свидетелями, потому что вы будете верить не потому, что пошли и увидели, а потому что поверили и к словам, и нашему свидетельству». Вася сказал уже о цепной реакции, я бы хотел, чтобы вы на нее посмотрели. Давайте прочитаем с 43 по 46 стихи первой главы Евангелия от Иоанна. «Итак, вот она цепная реакция. Как только кто-то знакомится с Иисусом Христом, он сразу идет и говорит об этом еще кому-то». Почему? Ведь поручение «Идите и научите все народы» будет дано гораздо позже. Не, ну они же ждали Мессию. Мы должны понимать, что ты же сам упоминал. Четыре тысячи лет они ждали, это все были чаяния. Понимаете, общество религиозное. То есть все разговоры, да, о политике, Рим там оккупировался, но Мессия придет. Но еще чуть-чуть и он придет. И когда Иоанн говорит «Вот он уже идет», двое поверили, побыли полдня с Иисусом. Говорят, слушай, это он точно. Один из них написано был Андрей. Он возвращает, говорит, Петр, слушай, мы нашли его тут чуть выше. И после этого они все побежали и пошли дальше. Ребята, то есть, представляете, если мы же с вами ждали второго путешествия Христа, ну и понятно, мы знаем, что оно будет такое явно везде видимо, но если вдруг Иисус пришел вот просто специально где-то для нашей церкви, просто чуть-чуть пришел, побыл с нами, сказал «Я чуть-чуть пойду, потом явлюсь для всех». Мы бы ждали, пока он вернется для всех. Мы бы побежали и всем бы рассказывали. То есть, это появляется такая внутренняя энергия, которая вырывается просто наружу. Ты не можешь об этом молчать, когда ты соприкоснулся с тем, как сказал Саша, кого ты ждал всю свою жизнь и о ком шел разговор всю твою жизнь. Мы видим, что здесь друг друга находят. То есть, они прикладывают усилия. Филипп находит на Фананила. То есть, он ищет его и говорит, «Слушай, мы нашли того, в ком писал сам Моисей». Понимаешь? То есть, мы его нашли. Давай, пойдем. Это было очень интересно, потому что географически они находились далеко от Иерусалима. Далеко от, скажем, центра религиозного. И вот они там были удивлены. А как тут? Даже мы видим на Фананил, говорит, «Слушай, мы нашли того из Назарета». Он говорит, «Ты что, с Назарета можно быть хорошим?» Почему? Потому что он понимал, что речь идет о Мессии, который должен был из Вифлеема выйти, но не из Назарета. Понимаешь? То есть, он знал Священное Писание. Они исследовали, они размышляли на эту тему, они думали, они молились, они понимали, что вот-вот должен Мессия прийти. Я бы хотел параллельную мысль, совершенно не связанную с этим, как бы представить. Знаете, у нас у каждого, наверное, есть такая борьба, призвание. «Господь, к чему ты меня призываешь?» Здесь просто интересно заметить. Одного Иисус напрямую призывает, другого призывает ученик. Вот, например, Петра, Христос не призывал. Андрей, да. Да. А некоторых послал другой учитель. Получается, как бы покрывает разные варианты. И думать, вот я не слушал голоса Бога в призвании моему служению. Я жду Господнего голоса. Вот посмотри. По-разному Бог призывает. Это не значит, что кто-то один выше, кто-то ниже. Как бы для меня, кстати, это была большая проблема. Очень хороший пример. Бог по-разному призывает разных людей на разные служения. Так что это не индикатор, что если тебя пригласил почтальон или кто-то такой этот... Ниже уровня. Я не хочу про почтальонов ничего говорить. Но чтобы мы не судили по призванию, кто мы должны быть. Смотрите, Андрей призывает Петра. На следующий день они вдвоем идут. Зовут Филиппа. Филипп бежит на Фанаилу. То есть каждый приглашает того, кто ему близок, дорог, кого он хорошо знает. Так же и в нашей жизни. Ребят, когда мы узнаем Христа, мы не бежим сразу к чужим людям. Бежим к самым родным, любимым. Слушай, я нашел. Но это, наверное, бежим еще к тому человеку, кто этим вопросом тоже задается. Потому что даже если это твой родной, родственник какой-то, но его вообще тема миссии не интересует, то что ему это весь принесет? И это одна из причин, помните, я говорил, что он собирает родных, ну там, Иоанна, родственник, ученики между собой, родственники. То есть по большому счету тут дело не в родственных связях. Тут дело было в том, что они все жили вот этой идеей миссии, пришествия миссии. Поэтому и шли к тем, кто... Да, я могу предположить, что Филипп и Нафанаил, они не один раз сидели где-то там у костра и размышляли о том, что должен был мессия прийти, и Священное Писание открывали. Потому что интересно, что Филипп, когда узнал, он побежал, он пошел искать Нафанаила, потому что вот о том, о ком мы говорили, ты помнишь, да, мы рассуждали на это. Вот именно с Нафанаилом связана еще вот следующая история. Помните, там дальше, с 47 по 51 стихи, там идет речь, когда Нафанил, ну то есть он все же откликается, хотя он говорит, может ли быть что-то доброе из Назарета, но он идет, и Христос говорит, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. И там он задает вопрос, откуда ты меня знаешь? Он говорит, я видел тебя под смоковницей. Я раньше никак не мог понять, что такое Христос сказал, какой это, знаете, там пароль какой-то, да, что Нафанаил говорит, да, я теперь понимаю, что ты действительно там мессия, да, или Сын Божий. Что это означало, вот эта фраза, я видел тебя под смоковницей, и тот сразу признает Иисуса Христа Мессией. Ну мы можем только спекулировать, на самом-то деле. Мы не знаем, что было про под смоковницей и та передача, которую упомянул в следующих семинах, они очень красиво раскрасили это все. Скорее всего, что у Нафанаила было что-то личное, какой-то вызов к Богу, и никто про это не мог знать. Просто никто мог, и Бог, как бы, и отвечая Иисус, он сослался этому. И, кстати, та передача, кино, она прямо вот и вокруг этого и говорит, что он был один под этой смоковницей, он сомневался в чем-то, он вызывал, взывал к Богу, и на следующий день он видит Иисуса, который ссылается вот делать треугольник такой, это дело было, ну, потрясающая сцена. Но даже до этого, как бы, это, в принципе, можно как бы предположить, что вот это был и контекст непосредственно вот этого встречи, что подтвердило то, что, как бы, думал сам Натанелл. Пожалуйста, Ирш. Ну, а мне нравится тот момент, почему Иисус сказал, что в нем нет никакого лукавства, нет никакой хитрости. Вы помните, Яков был самым хитрым человеком, да, только как обратился к Богу. Но, Афанил же правду сказал, из Назарета не может быть ничего доброго. Почему? Потому что он знал Писание. Вы помните, он сразу, он размышляет над этими Писаниями. И, судя по всему, он это делал не раз. И Бог слышал его размышления. И он понимал, что человек ищет. Интересно, что здесь 51, ты вспомнил Якова, обманщика. 51 стих, что нам говорит? Нет. И увидите, говорит, небо отверстие, ангелы Божьи, восходящие, исходящие. То есть, повторяет эту сцену полностью, говорит, вот то, что тогда Яков видел, вот это соединение неба и земли, вот этих ангел, то же самое будет и здесь происходить. Мне кажется, вот в заключении этих двух вопросов, говоря вот этой вот группе, потому что, видимо, они друг друга знали. Вот. Скажем, есть ли у нас такая группа людей, кому я бы побежал? Потому что сейчас наше общество очень индивидуальное. Соцсети, продукты общества. У нас мы можем быть независимее, чем как бы раньше были. Возникает вопрос, а есть ли у меня такая группа людей, с которыми мы встретимся и поговорим о пришествии Мессии? Есть ли вообще такое? Кому бы я написал смс-ку? Вась, иди, я нашел. Или, Федя, иди, я нашел. Есть у нас такие люди. И есть у нас таких людей, нет. Нам нужны такие люди, нам нужна такая поддержка. Так что, не знаю, может быть, это и себе тоже нужно пересмотреть, с кем я общаюсь, чтобы у меня постоянно были такие контакты с людей, которые такие же, так же верят, как и я. Ну, чтобы сделать это, мы должны встречаться и размышлять об этом. Проблема современного общества, мы очень часто говорим обо всем, но очень мало мы говорим о духовном. Я помню, раньше мы собирались, и мы сидели и размышляли не о том, куда мы ездили, как мы зарабатываем деньги, а мы говорили об этих вопросах, о духовных вопросах. И когда мы будем иметь вот такие размышления, тогда будут люди, с которыми есть общие интересы. И тогда у нас будут люди, тем, которым слушаем, мы позвоним и скажем, слушай, ты видел явление там или еще что-то, события последнего времени, о которых мы говорили с тобой, да? Поэтому я больше чем уверен, что у каждого из нас должен быть такой человек. Но нам нужно уже это строить сейчас. Сейчас. Вот эти размышления, вот эти общие молитвы, говорить о тех событиях, которые происходят. К сожалению, наш мир настолько нас поглощает, что у нас никогда нет времени. Еще одна причина собираться в маленькие домашние церкви, группы. Давай сделай, ингрек, векам. Давай сделай. Пожалуйста. Я хотел бы чуть-чуть, знаете, какой момент обратить? Интересно. Иоанн говорит им, смотрите, вот идет Агнец Божий. Ученики говорят, пошли, говорят его, Раби. Они говорят, ты учитель. Потом они говорят, слушай, да ты Мессия. И они рассказывают об этом Петру. Филипп говорит на Фанейлу, мы нашли того, то есть о том, кому рассказывал Моисей. В конце концов, что говорит на Фанейлу? Ты сын Божий и ты царь Израиля. То есть я хочу, чтобы мы прошли эту линию. От Агнеца Божьего мы пришли к кому? Царю Израиля. И для меня это какой урок? Да, они вообще до конца не понимают, кто такой Иисус, что есть большая разница между тем царем, который у них в голове и тем Агнецом, который есть на самом деле. Но Иисус их берет себе в ученики и говорит, пойдемте, я вам все расскажу. Кто я на самом деле? Слава Богу. Ну и последний свидетель, на которого хочу обратить ваше внимание сегодня, как ни удивительно, но он не из низших слоев общества и приходит не днем, а ночью. Наверное, многие уже догадались из наших зрителей, что речь сейчас пойдет о Никодиме. Давайте мы прочитаем третью главу, второй стих. Он, то есть Никодим, пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Итак, что тут говорит Никодим об Иисусе Христе и что это говорит нам о том, что вообще происходило в вышлых слоях общества в то время тоже? Ты учитель, пришедший от Бога, потому что таких чудес, таких знамений никто не может творить, если с ним не будет Бог. Значит, первое, они знали о всем том, что происходит вокруг. И мало того, что они знали, они понимали, как вы уже сказали, что тут не можно, это не фокусы, это не ловкость рук, это что-то сверхъестественное. Ну, а раз это сверхъестественное, то точно не от сатаны, только лишь от Бога, потому что именно то, что ты делаешь, это может делать только человек от Бога. Но тогда почему он пришел ночью? Ну, потому что многие так думали, но немногие одобривали его методы, которые я имею в виду Иисуса. Мы читали, говорили с вами об этом несколько наших уроков назад. И поэтому, естественно, пойти Никодиму, перед всеми явиться, сразу себя открыть, это большая опасность. И он долго это не будет решаться делать. То есть, по политическим причинам он не смог прийти. Мы должны, кстати, вот говоря об этом, мы иногда недооцениваем, как бы, брат, я же тебе сказал истинно, что ты не веришь, да? Мы должны понимать, в каком контексте он находится. А я глубоко верю, что Никодим, как бы, в конце концов, мы видим, что он участвовал в похоронах, как бы, что он был верующим, как бы, судить не нужно было, о, что ты там, трус, как бы, да? не, Бог знает каждого контекста и, да, каждого слабости. Может быть, его была слабость, и что он, может быть, не уверен был, или что, но мы всегда должны понимать. Молиться, если мы кому-то сказали, мы понимаем, почему он не признает веру, не потому, что, может быть, он не верит, а потому, что, может быть, у него другие обстоятельства, которые не позволяют ему так открыто принять. Тут мы четко и ясно видим, он еще Христа не признает Мессией. Он говорит, ты учитель от Бога. И тут происходит процесс перерождения, и мы даже после этого диалога мы не можем сказать точно, что Никодим уже был 100% понял, что это Христос Мессия, но позже мы это видим, но это был процесс, это заведен был процесс, который позже привел к тому, что Никодим стал последователем Мессии. Да, как процесс, в общем-то, в жизни всех библейских героев, которые описаны в Иоаннгеле от Иоанна, все они до конца находились в процессе. Мне интересно, что в прологе Иисус назван светом, который не может объять тьма. Никодим приходит ночью в поисках света. И в конце концов, когда будем читать окончание этого Иоаннгеля, мы видим, что он выйдет на свет днем. Вот тогда другие убегут спрятаться и будут бояться. Еще один момент, это вот это рождение свыше. Вы понимаете, это тоже аллюзия на пролог, отсылка туда, где Иисус говорит, да, подождите, раньше было важно родственная связь по крови, по коленам и тому подобное, а сейчас это нет. Вы должны быть рожденными не от человеческой плоти, то есть не по крови человеческой, но от Бога рождены. И вот это очень важный момент. Иисус сегодня, когда мы говорим параллели с родственными связями с прошлого, Иисус говорит, сегодня родственная связь через кровь Христа. Как напишет Павел, некогда не знавшие друг друга, мы объединены с ним кровью Иисуса Христа. Ну, даже не всегда, видимо, как бы мы уже обсуждаем следующий вопрос, да, но даже родственные связи не всегда в Библии они и подчеркиваются. Например, если умер брат, не имея, то другой брат входит в жену умершего брата, и тот ребенок, тот сын, который рождается, как бы становится, как бы, это же не родственная связь совершенно, это просто нарушение. Это мы видим, как бы, и прабабушка Давида, кто была? Мавитянка? Да, да. Да, и получается, там на самом-то деле не было никакого родственных связей. Люди думали, что у Бога всегда мы все одной крови, ему на самом деле без разницы, кто откуда, кто еврей, кто не еврей, кто какой национальности. Как бы, главное рождение от Бога. Ну, друзья, а как это рождение свыше должно проявляться? Ну, то есть, это что? Это вот какой-то момент я или вышел из вот крещения и вот прям вот я чувствую, что все, знаете, как говорится, все старое ушло, а вот новое началось. Потому что очень многие люди ищут вот этого эмоционального вот такого всплеска, что вот я почувствовал, как Бог вошел в меня, как сила Святого Духа там осизала меня и вот тогда все поменялось и так далее. Так ли? Ну, то есть, должен ли каждый человек искать вот этого опыта в своей жизни и в своих отношениях с Богом? Посмотрите, что проблема заключалась в том обществе, что если я был еврей, здоров и богат, то мне ничего не надо было. Они же сами много раз говорили, да мы дети Авраама, указывая на то, что им не надо было каяться, им не надо было исповедовать грехов. Для них это была вообще непонятная тема, потому что они есть в наследии Авраамова. И вот это было революционное, что Христос, и, кстати, Иоанн Креститель начал это, нам надо покаяться. И тут Никодим, в принципе, приходит в замешательстве. Он понимает, с одной стороны, он дитё Авраама, ему не надо, а с другой стороны, он слышит весть от Иоанна Крестителя, он понимает, нет, что-то должно произойти. И поэтому он приходит, и Христос ему говорит просто фундаментальную вещь. Он говорит ему, если ты не родишься от воды и духа, то ты не можешь войти в Царствие Божие. Не то, что ты наследник Авраама, не то, что ты семя Авраама, а нужен этот процесс, который ты должен пройти. И он так ещё немножко, я не знаю, я лично это воспринимаю как будто шутку, он говорит, подожди, как я такой старик, могу обратно вернуться? Он говорит, ну-ну-ну-ну, Христос ему даёт понять, как это происходит всё. И поэтому вода, мы знаем чётко, это явно физическое крещение, которое происходит, когда ты принимаешь, и ты на всю вселенную говоришь, отныне я дитя Божие, а духа это процесс жизненный, когда тебя Дух Господень с Священным Писанием учит, как нужно жить, как нужно любить ближнего, как ты должен с детьми поводиться, с женой, со всем, со всем обществом, который вокруг тебя. Я вспоминаю историю моего одного учителя духовного, он был тайным, субботствующим баптистом, на то время никто не знал, он потом признался, когда я стал уже адвентистом, он говорит, что рассказывал своё покаяние, как бы, говорит, я когда покаялся, я ничего не почувствовал, пришёл домой, и только потом, через несколько месяцев, когда молился на коленях, я на самом деле ощутил эту тяжесть греха, как бы, я верю, что именно тогда был мой акт моего обращения. На самом деле, мы должны понимать спектр эмоций людей, есть люди, как бы, сказал слово, прослезился, да, а многим говоришь таки, ему ничего, это тоже нужно учитывать. И даже если, скажем, есть эмоциональный компонент, компонент в этом, то вера в Христа всегда на интеллектуальном уровне, человек должен прийти к этому решению, и на самом деле, когда это происходит, акт обращения, мы никогда не узнаем. Это одна из тайн, как соединяется вот этот вот сверхъестественный дух с нашим этим, чтобы мы убеждены были, что мы нуждаемся. Но когда мы понимаем, что, вот даже сыну своему говорю, папа, откуда я знаю, когда я верующий? Что это такое я верующий? Как это быть христианином? Потому что я рад, что он такие вопросы задает. Честно, очень рад. Говорит, когда ты начнешь понимать, что ты делаешь, это неправильно, тогда, тогда ты уже движим духом святым это должен произнести, не то, что произнести, а признать его своим спасителем. Любовь в Библии это не эмоции, не чувства. И вот следование за Христом или духовное рождение это тоже не эмоции, не чувства. Тот же текст, первая глава 12 говорит, кто его принял или стал его, засвидетельствовал о нем, это о том, о чем говорил Василий, то есть принял крещение, обычно мы это говорим, и написано, и кто уверовал в него. То есть вот эти два момента, конкретные действия, акта со стороны человека. И ты, если ты веришь и принял крещение, все, считай, что ты уже дитё Божье. Перейдите и узнайте, как благ Господь. То есть это надо прийти и узнать. Это как раз обращение к сознанию, больше о них чувствам. Хотя мы понимаем, с другой стороны, отношения с Богом они тоже не лишены чувств. Давид почему пишет псалмы? Потому что его отношения с Богом наполняют его особенными чувствами. Но они являются основой, не являются основой. Но они не являются основой. Они последствия нашего взаимоотношения с Богом, а не причина, почему мы начинаем с ним строить отношения. В контексте обращения это, скорее всего, чувство облегчения, например, радости. Но такого вот, для меня это было препятствием большим, когда я не чувствовал, что я христианин, когда я обратился к Богу, я знал, что это было настоящее обращение, а чувства у меня было очень мало. Как бы целый, но это был один из барьеров, и каждый должен прожить это все, да. Чувства, они у многих потом приходят, у многих они сразу, как бы, но опять, как мы говорили, никогда ни в коем случае мы не можем на основе чувств обращаться. Одна маленькая история, мы служили в какой-то церкви, был песятнической, и для меня был таким странным феноменом. Призыв был, большая, здесь у нас Вифания, большая церковь, там 5 тысяч человек, да, и старые бабушки сзади толкают молодежь на покаяние. Вот прямо физически меня кто-то толкает, думает, что толкаешь меня? Вот у них такая вот была. Вот это что-то вроде этого. Заиграют эмоции, правильную песню споют, ой, я грешник бедный, паузу, маленькую паузу, ну, так делали, разыгрывают эмоции, человек начинает реветь, выходит и кается, как бы, ну, с другой стороны, тоже эмоция есть, а решения нет, его подтолкнули. Так что там нужно быть очень осторожными, как происходит это. Еще одну секунду, здесь нужно обратить внимание, очень важно, что Христос с Никодимом говорит вообще на совсем другом уровне, как с простыми людьми, вы заметили, потому что Христос его четко и ясно упрек, упрекал, говорит, и ты учитель, и ты не знаешь, что нужно рождение свыше, то есть мы видим, что у Бога стандарты к учителям были намного выше, потому что они были учителя, они должны были народ, но они этого не делали. А простым людям, вы помните, он очень просто говорил, поэтому здесь мы тоже видим, что спрос с людей, которые знают много, он будет большой. Пожалуйста, Саша. Ветер веет, где хочет, написано, но даже если слышим шум, его не знаем, откуда приходит, так и скажем, кто родится от Духа. То есть Иисус говорит, что рождение человека от Духа, это тоже своего рода тайна. Как этот сам процесс проходит, мы не понимаем, но мы знаем, был вот такой вчера, еще не верил, а сегодня уже идет и проповедует Христа всем вокруг. И порою оно тайно проходит и для самого человека, в котором Дух Святой работает. Братья, спасибо большое, было очень интересно услышать все эти мысли. То есть сегодня мы постарались увидеть Христа не только с точки зрения его учеников, но и с нашей с вами точки зрения, как сегодня мы это видим в 21 веке. Дорогие друзья, я надеюсь, что и вы тоже смогли увидеть Иисуса Христа чуть-чуть с другой стороны. А что я имею в виду? Более с личной. Потому что теперь мы попробовали это все как-то увидеть во свете наших дней. Я уверен, что то, что мы открыли, оно вдохновляет. Бог, который пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь ради спасения каждого из нас, это чего-то стоит. Спасибо большое за то, что вы с нами. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и до скорой встречи. До свидания, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»